Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим маску для волос, которая очень хорошо помогает справиться с такими проблемами, как выпадение волос, ломкость, секущиеся кончики, тусклость и много-много чего другого. Маска укрепляющая, тонизирующая, волшебным образом преображает волосы уже после первого применения. Когда-то, наверное, где-то уже год прошел, я делилась одним рецептом на своем канале, я оставлю ссылку на этот рецепт в описании под видео. Этот рецепт был на основе лаврового отвара. И тогда я знаю, что огромное количество людей мне писало большое спасибо вам за то, что помогли справиться с такой проблемой. Волосы выпадали, а вот уже после недельного применения волосы перестали так сильно выпадать, а после курсового применения прекратили выпадать вообще. И вообще волосы волшебным образом преобразились и стали намного-намного лучше. Я получила целую массу положительных отзывов и мне было, честно говоря, это очень приятно читать. Поэтому так как лавровый отвар, он хорошо действительно помогает справиться с выпадением волос, то на основе лаврового отвара мы сегодня с вами приготовим замечательную маску. Что же нам понадобится? Нам понадобится самый главный компонент лавровый отвар, затем желток одного яйца и репейное масло. Вот и все, три простых компонента. Сейчас я хочу рассказать вам о том, как правильно приготовить тот самый лавровый отвар. Приготовить лавровый настой очень легко и просто. Для этого вы берете где-то 5-6 листиков лаврушки, заливаете кипятком, закрываете плотно крышкой и настаиваете минимум 3 часа. Я вообще делаю еще проще, я просто заливаю кипятком и оставляю на ночь. Утром просыпаюсь и процеживаю. И у нас готов вот эта вот основа для многих-многих масок, тот самый лавровый настой. Ну а теперь сейчас сразу приступим с вами к приготовлению этой маски. Но прежде чем мы начнем, у меня к вам есть такая просьба, напишите пожалуйста в комментариях под видео, особенно это касается тех людей, у кого сильно выпадают волосы, напишите вот мне прямо здесь под этим видео в комментариях, чем вы моете голову. Вот прям можете написать там марку шампуня, марку маски для волос, которую вы используете. Мне будет очень интересно почитать. Но сейчас начнем готовить нашу маску. Для начала мы берем где-то 5-6 столовых ложек лаврового отвара и туда добавляем желток одного яйца. И затем сюда добавляем 1 чайную ложку репейного масла. Все компоненты очень хорошо смешиваем. Как видите, если заранее приготовить лавровый настой, то это средство делается буквально за минуту. Я чуть позже расскажу, как правильно мы будем наносить это средство, чтобы затронуть и лечить не только корни волос, но и полностью волосы по всей длине. Но прежде хочу рассказать вам о пользе каждого компонента, который входит в состав этого средства. И начнем мы с нашего лаврового настоя. Если вы страдаете от перхоти, от чрезмерной потери волос, от замедленного роста, от дефицита минералов и витаминов, от ломкости и повреждений, то вам стоит обратить внимание на лавр. Это растение оказывает заживляющее противовоспалительное действие. В его состав входят такие витамины, как В, А, С. Они тонизируют кожные покровы, питают фолликулы, обеспечивают локоном упругость. Минералы, которые входят в состав, способствуют ускорению регенерации клеток. Дубильные вещества оказывают укрепляющее действие на корне, нормализуют кровообращение и ускоряют рост. Органические кислоты очищают от излишков жира и выводят шлаки. А эфирные масла лавра питают кожу головы, увлажняют пряди и защищают их от негативного воздействия. Так что, как видите, лавровый лист является очень эффективным средством как от выпадения, так и для ускорения роста волос. Что касается других компонентов, например, таких как репейное масло. Почему так часто в домашние маски добавляют именно это масло? Все дело в том, что репейное масло способно проникать в фолликулы и обеспечивает кожу головы кислородом, поддерживает кровообращение, успокаивает раздражение кожи головы и помогает при перхоте и зуде, укрепляет наши волосы. Аминокислоты, содержащиеся в масле репейника, выступают строительным материалом. Это очень важно. Тот самый кератин, из которого и состоит волос. Также репейное масло блокирует действие тех ферментов, которые вызывают выпадение волос. Оно способствует усилению кровоснабжения и волшебным образом питает волосяные фолликулами всеми теми компонентами и витаминами, минералами, которых не хватает волосам. Если регулярно использовать репейное масло, то уже через месяц вы заметите, как волос на голове станет заметно больше. Что касается желтка, зачем он здесь нужен в этой маске? Яичный желток уже давным-давно стоит на страже здоровья наших волос, потому как он содержит в себе целую кладовую полезных нутриентов, которые укрепляют и восстанавливают структуру прядей, стимулируют их рост, избавляют от перхоти, предотвращают выпадение локонов. Маски на основе яичного желтка освежают, тонизируют волосы, делают их эластичными, гладкими и блестящими. Вот почему я очень люблю добавлять яичный желток, потому что уже после первого применения вы смываете эту маску, смотрите, а волосы они просто потрясающим образом блестят, они такие вот шелковистые, их легко расчесывать. Естественно, что эти все три компонента, когда они вместе, они дают такой вот тройной эффект. Теперь я хочу рассказать вам о том, как же правильно мы будем наносить это средство. Наносить это средство довольно легко и просто. Что вам для этого понадобится? Вы берете небольшой кусочек губки, либо ватку, либо ватный диск, неважно, чем вам будет удобнее, макаете и проходите полностью по коже вашей головы, не пропуская ни один участок, легкими массажными движениями. Втираете где-то в течение нескольких минут, делаете такой вот легкий массаж. После чего вы распределяете оставшийся лавровый вот этот настой полностью по всей длине ваших волос. То есть это средство подходит для кожи нашей головы, потому что оно хорошо стимулирует волосяные луковички. А лавровый отвар мы распределяем полностью по всем волосам, желательно вот так вот над раковиной все сделали это. И затем обязательно укутали волосы в пищевую пленку, либо одели там пакет на голову. И будет хорошо, если еще поверх пленки вы одените шапку, либо там замотаете голову полотенцем. Здесь очень важен вот этот теплый эффект. Это средство вы оставляете на своих волосах на один час, после чего смываете его. Я рекомендую делать такую маску два раза в неделю в течение двух-трех месяцев. По истечению этого срока вы заметите, как ваши волосы волшебным образом преображаются. И самое главное, что уже по истечению недели-двух вы будете замечать, как волос на вашей расческе становится все меньше и меньше. Это будет вас, поверьте, очень радовать. К тому же волосы становятся более такими шелковистыми, блестящими, послушными. Вот, по крайней мере, вы знаете, огромное количество людей, которые попробовали вот эти вот уходовые маски на основе лаурового отвара, они замечали только положительный эффект. Надеюсь, эта масочка подойдет также и вам. На этом все, друзья. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, так я буду видеть ваш обратный отклик. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Увидимся с вами в новых видео. Всем пока!